здравствуйте уважаемые зрители мы продолжаем прохождение the raven второй части места мы оказались на втором острове я полагаю мы будем как-то давать островам имена чтобы в них не путаться давайте назовем тот остров допустим золотого купола как мы назовем этот я пока не придумал что за шар так там есть значок я с вашего позволения его зарисую я думаю это важно и вот так и довольно странный звук до хлюпанье какое-то хлюпанье не знаю где нам это пригодится похоже на лягушку да что-то такое не знает как какой-то такой странный звук но тем не менее все двигаемся к лесенке других пока путей нет по всей видимости нету них тут есть электричество несмотря на то что это какие-то фосфорные лампы не знаю друзья двигаемся дальше какая-то кнопка возможно вызов транспортера нашу за есть путь вниз есть путь вверх давайте сначала вниз сходим будем исследовать этот остров существа они как-то обеспокоились да давайте ближе подойдем какие-то плезиозавры хорошо а мы можем пройти туда где они были да так что тут у нас такой берег с другой стороны так тут тропинка есть так еще один шар так друзья это еще один знак это какой-то вой трубы здесь важны звуки в игре это один из немаловажных факторов при прохождении и у нас этот знак был на на звездах дали и я даже не знаю что это значит но он что-то вроде языка этого мира да что-то похожее на то ну хорошо я думаю тут больше ничего интересного нет пойдем по пути дальше смотрим что там мы так обходим по краешку остров да так вы видели там башни кто-то в трубу что ли подул кто-то в этой башне есть разлом какая-то штука вот там наверху башенка перемещения походу так мы к этому другу можем постучаться как-то нет не пускай так еще один шар и это похоже на крылья жука до полет жука какого-то вообще какие-то звуки животных походу там лягушка там какой-то вой трубы здесь у нас жук ладно а и и и так на звук это не повлияло но я так понимаю это макет какого-то места то есть видите такой типа рельеф вода какой-то слив что ли не ясно вообще скажу честно ребят проходить старые квесты это очень сложно именно тем что не поймешь что можно пошмакать что нельзя вот вы может быть обратили внимание когда играешь а в современные адвенчур очень просто разобраться что юзабельно что нет в последнее время в игрушках вообще такие дома интересные у них тут последнее время вообще в принципе чуть ли не кнопка есть подсвечивающие что можно поклацать что можно потыркать это немножко бесит если честно сложность не именно в этом вот point and click а в логике происходящего я не беру конечно русский квест в расчет русском квесте без бутылки хрен разберешься но чаще всего даже выходящие так это у нас место какой-то посадки видимо да то есть сюда что-то надо подогнать потом мы сможем сюда залезть ясно как пройти к этим штукам я пока не знаю видимо нам надо за какой-то с другой стороны выйти чтобы туда пробраться хорошо друзья двигаемся отсюда так вот и мысль моя в чем и заключается в чем именно хардкорность старых квестов не ясно что ты делаешь местами не ясно зачем ты это делаешь но в итоге все оказывается довольно логично так хорошо у нас осталось еще одно направление это направление вверх по лестнице вниз мы сходили там вроде все глянули двигаемся вверх я боюсь что не пропустить лишний раз осматривались так монорельс на котором мы приехали вот там видимо центральный остров эта штука торчит да вон остров купола от него есть труба или дорожка еще к одному острову на котором мы по всей видимости не были я слышу звук что такое кинжал что какой-то или что я слышал звук жука такой же как на шаре который мы двигали вот вы слышите так хорошо это лес вырубался лес я так понимаю рубили его здесь для производства бумаги для книг миров и куда нам пойти давайте направимся сначала влево а почему нет почему бы и не влево будем внимательно осматриваться потому что я чую что счетом и здесь по-любому должны увидеть так такая же надзорная вышка над ней есть мост я постараюсь не затягивать сильно прохождения но как вы понимаете у нас много путей дорог и не хотелось бы что-либо пропустить ну хорошо надзорная вышка туда у нас есть решетка там что-то интересное запомним сходим туда чуть чуть попозже я хочу отсюда сначала на сами вышки залезть не могу так несмотря на то что игрулька старая она безумно красиво смотрите там кто-то бегает постоянно кто-то суетится детей уводят да видели прячут детей а почему я же вроде не кусались классно классно место тем не менее пройти пока тут не могу хорошо пойдемте уже с кем-нибудь пообщаемся уже кого-нибудь найти бы то по потрещать с ними так там мастки мастки это видимо все позже причал опять же чего то тут не хватает это будет ездить по всей видимости под водой что ли да хорошо направимся в эту деревню просто не хочу ничего пропускать ориентироваться тут не беда как они туда залазят глаза маленькие маленькие хорошо идем в дом что меня туда не пустят что ли я хочу туда зайти нет не пускают ладно как то мы все равно куда-нибудь зайдем хорошо что у нас тут здесь по-моему готовят еду или туда что-то надо подкинуть не ясно так мы поставили батискав вниз через который можно залезть и вот это ход которому мы уже ходили по всей видимости нам это дело позволят здесь какие-то барабаны что ли так друзья это по всей видимости какие-то барабаны да что-то типа ритуального какой-то постамент что-то из быта местного но нам в любом случае что мы сюда мы сюда шли чтобы опустить видимо на батисках я смотрю может быть где-то тут можно еще выше подняться но по всей видимости нет хотя вот тут всякие лесенки мой ребенок плачет где-то захватывает мир но скажу честно очень сложно ориентироваться вот что вот здесь бы конечно побегать в 3d это было бы обалденски нет сюда нас явно не пустят туда мы тоже видимо явно не пройдем как вообще люди живут на этой высоте я не понимаю ну как то живут хорошо будем отсюда спускаться какие у нас еще пути есть собственно больше никаких собственно нам остается только сбегать к батискафу пригнать его наверно сюда куда-то очень странные эффекты воды здесь хорошо уходим пока отсюда уходим батискав мы опустили больше я тут ни с чем взаимодействовать не могу хотя такая здоровая локация продолжим исследовать остров посмотрим что у нас в этом направлении сфера крутится сфера крутится а что это дает мы куда-то уходим в глубь леса есть два направления пока по привычке пойдем налево все время думаю что я где-то что-то упускаю а большая злая рыба но она никак не кликабельна так подсветочка у нее а оригинальное сочетание дикой природы и технологий а в чем смысл этого места о как хорошо что там ну естественно на этом муляж это видно ее закроет или нет вот это ее видимо закроет нас везут куда-то вниз на на в г ну и так друзья здесь еще одна сфера еще один батискав перемещение но я пока не хочу на нем ехать я хочу досмотреть что у нас есть в на острове хочу попробовать поплавать на подискафер мы просто будем знать что здесь есть путь куда-то дальше технология в принципе схожа с техникой подъема моста вот эти которые к золотому куполу шли тоже в рычаг да тип как его поднимается опускается но хорошо будем иметь ввиду что у нас здесь есть твою мать девочки ты чего пугаешь так хорошо тут мы пришли иначе пойдем сюда мушки какие-то вообще кнопка хорошо была запретана светильник так еще одна сфера это 4 даже не знаю что мне этот звук напоминает что-то типа рев зубра да наверно что-то такое вот так какой-то такой вот рев походу по хорошо откуда мы пришли тут так под спустились немножко все понял наверх наверх никак пока хорошо друзья пока идем пока идем пока смотрим что у нас вокруг и запоминаем всякие необычные места там рыба постоянно какая-то мошкара мимо летают жук хорошо жук такой вот именно звук жука у нас и был на чашке так вот это что за конструкция а это пенек понял так мы вернулись туда куда откуда пришли у нас есть путь налево мы по нему шли путь туда это калатариус рыбой остались только вот это направление есть друзья какая-то вагонетка я не уверен стоит ли туда прыгать давайте пока не будем давайте пока не будем но будем иметь ввиду какие у нас остались пути где мы еще не были я полагаю нам следует девочка убежал но это как раз меня и смущает неизвестно в каком направлении она убежала и неизвестно как вот по вот этим мосткам пойти выше я пока не видел пути я хочу в батискафе поплавать как-то в первую очередь хочется сходить как-то в первую очередь хочется сходить к батискафу как мы туда проходили да 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 вдаль 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 туда опять эти ребята тут может это их рев был вот этот рев зубра может быть почему нет хорошо двигаемся двигаемся шауалимся движение это жизнь шлепаем по шустрику к батискафу он тут да в этот раз он тут правильно ли я делаю что еду на нем да наверно почему нет только как им управлять а нет вылазить мы с него точно пока не будем так 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 Это поворотный механизм, однозначно. А это механизм выбора пути. Направо-налево. Видимо так. Давайте сначала сюда заедем. Мы, кажется, появимся возле причала. Но я могу ошибаться. Я смогу тут выйти? В общем-то, да. Так, еще вот ту штуку покрутить. Стоп, а я отсюда не смог вылезти. А как? Я не доехал, что ли? Или мне здесь нельзя вылезти? Только покрутимся. Нет, мы спускаемся на рельсу обратно. Но даже пускай так. Продолжаем двигаться вперед. Посмотрим, куда это заведет нас. Да, друзья, я не сделал одну вещь в прошлом видео. Я вам не показал дневник, который нам дал Атрос в самом начале заставки. Сейчас мы куда-нибудь приплывем. Сейчас мы куда-нибудь приплывем. И я думаю, я вам это покажу. Есть вот такие места, где, по всей видимости, можно выйти. Ну, черт возьми, а как пришвартоваться? Я не могу туда выйти. Я могу только прыгнуть назад. Может, как-то вот эта пиперка играет роль? Нет, она ничего не дает. Я начинаю это побуждать. Пока двигаемся куда-то. А пока куда-то двигаемся. Хорошо. Вылезем, посмотрю, что здесь. Не, ну там по-любому что-то важное. А как туда выбраться-то? Я не понимаю. У меня не выходит он туда. Это мы вообще где? Как выбираться-то с этого батискафа? Какой-то трап выдвигается или что? По идее, мы должны подъехать прямо под лестницу. Под это кольцо, чтобы я смог вылезти. Ну, как это делается? Может, я какую-то кнопку не нажимаю тут или что? Если нажму вперед, он не поедет. Так, так. Вернул. Тоже не поедет. Может, развернуть батискафы? У него как-то по лестнице стыкнулся. Давайте попробуем. Уровень воды стал меньше. Наверное, так. А как иначе? Нет, нет. По-прежнему не могу. Бред какой-то. Ладно, дорогие мои. Вот книга, которую я забыл вам показать в самом начале. Почитаем ее с вами на паузе. Ну, кому будет лень читать, пока листаю, немножко расскажу. Приблизительно там текст рассказывает как раз о том, для чего мы направились в этот мир. Рассказывается история Гена. Рассказывается история о Катерине. И все в том же духе. Я пока не понимаю смысла. Куда мы едем? Чего мы едем? И куда мы вообще должны приехать? И главное, зачем мы должны куда-то приехать? Но у нас есть как минимум еще один монорельс. по которому мы можем выйти. Что происходит? Еще один монорельс, по которому мы можем выйти в... Смотрите, а здесь прям под это подъехали. И есть вагонетка. Что это все? Это обзор этого места. Так, раз выход, два выход, три выход. И вот этот постамент, он мне непонятен, честно сказать. Также вот тут мы не вышли. Что-то здесь еще есть. Видимо, надо правильно вот эти рычаги нажать, чтобы у меня были... выходы. А как это работает? Пока мне не ясно. Давайте их все поднимем. Может я рановато сюда? Может быть... А что меняется? Ну, вот здесь выехал трап. Вот здесь выехал трап. А, все, понял. Мы с вами выдвинули трапы. Мы теперь сможем выбраться. Все, разобрался. Теперь мы можем посетить все вот эти злачные местечки. Ну, хорошо, друзья. Я думаю, мы это дело продолжим уже в следующей серии. Спасибо вам за внимание. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok